всем привет с вами книжный клуб рар и сегодня мы продолжаем общаться на тему многоточности читаем книгу жалок конкуренции и мы дошли уже до 3 главы которая рассказывает про совместное использование объектов и сегодня поэтому собственно с вами поговорим предлагаю начинать вопрос на самом деле наверное вопрос ганя потому что вот провидимость переменных вот него второй лабораторный который на пусть вилле лидовича есть он настрадался ты заметил сложность с этой видимостью или в целом когда ты используешь вот подобные высокого уровня структуры там конкретно лук риса хотя все это скрыто да не знаю что ты здесь вот так вот не подключился ну ладно пока другого ну ладно короче я тоже немножко с логфри уберите там на фоне короче я тоже пытался с логфри у нас тоже это была история на курсе и у нас была логфри и вот эта вот история с хелпингом она очень-очень чувствуется если хоть раз попробовали ну про хелпинг чем возможно чуть пояснять стоит ну когда условно один поток видит в какое-то промежуточное состояние помогает докатить какая-то стоит до нужного консистентного вот в этом месте кажется начинается основная боль с логфри но как бы это начало конца но такая проблема есть и ну и старое доброе в джаве помним даже на уровне гарантии если вспоминать он у нас если объект создается у нас ссылка на этот объект в другом потоке даже если сам объект не нал нету гарантии что у него поля будут иметь не дефолтные значения этого андрея так и не заметил надо удалять к сожалению вот потому что по-другому по воду без варик там просто хитрые боты они умеют менять имена и маскируются под людей которые другие в чате поэтому очень сложная задача их отлавливать вот но ладно вроде мы справились надо камеры всех заставлять включать поэтому я боюсь нас там четвером тут болтать пятером мы такой ну я мы такую историю пытались сделать в общем посещаемость сильно падает хорошо давайте вернемся к нашим барашкам а конкретно я думаю можно расшарить и поговорить уже на примерах вот но значит первая история которая нам нужно обсудить теперь это сергей так сегодня интересный выпуск необычный ну когда мы рассудим на к по точности примерно вот такие звуки обычно происходят когда ревью от код конечно вот но такие звуки когда лабораторный делал да не вот ну хорошо что проверял ее дистанционно вот так я боюсь где слабонервно было я попробую право админ наверно дать гоня а ты в фоне там попробуй поделать а нет или да ладно разбираться давайте начнем проблеме вот мы просто раз учились на синхронизация которая в целом решать все наши проблемы потому что он позволяет сделать на во первых смене атомарными а во вторых видим для всех остальных поток вот но оказывается что все можно делать видимого и при этом не атомарные вот я наверно плохо выразился но в общем это две абсолютно разные гарантии которые нам влияют на свои по-разному и собственно видимость переменных памяти она ну можно достигнута разными способами вот здесь нам показывают код автор напоминаю я не буду придут у персонажа но явно показывать будет фигню вот собственно в чем здесь история мы вполне можем попасть бесконечный цикл из-за того что у нас нету никакой гарантии того что мы увидим изменения переменные вот и соответственно мы можем пролететь и когда пролетим то мы уже просто не зайдем ну вот такая вот история хорошо идем дальше на самом деле все настолько плохо что мы даже не можем гарантировать программный порядок прям порядок это то как как у нас написано код и оказывается и компилятор и процессор и вообще все кому не лень могут это менять если мы им это жестко не запретим вот все потому что не пытаются выжить максимум и в общем становится больным вот но если казалось бы все куда может быть еще хуже вот все может быть еще хуже потому что локально у вас все может быть в порядке потому что у вас билдится под gm локальную вот а если вы включите флажок серверный gm то у вас там по-другому это будет работать соответственно ошибка будет проявляться в коде который вы уже тестировали на примере которому знаете что ошибок нет никаких приколов их миллион на самом деле поэтому когда вы работаете многоточным кодом просто ни во что не верьте если вы четко не провели какие-то гарантии синхронизации если вы не можете объяснить как ваш код работает то скорее всего вы попадете в просак да да вспоминается слабые модели памяти все плюс плюс немножко и история с армами и intel ами где в одном случае ну вот этот вот compare exchange strong и weak короче для интела как бы разницы нет а вот на армии это не атомарные это две инструкции уже и джавеси то же самое джава на носях написано и поэтому если вы залезете в сорцы вот сегодня вот вене еще нету но он обычно таким упражнениями на лекциях занимается если зайти в сорцы gvm ки то можете увидеть как для каждой архитектуры по-разному расставляются барьеры память ну не по-разному но в общем со своей спецификой на самом деле так что бедные разработчики gvm александр ющенко спрашивает почему такая проблема с серверной gvm потому что на серверной и мы хотим выжать еще больше и используется еще больше оптимизации есть например переменная как кажется не изменяется внутри цикла то она может быть вынесена за цикл например а мы можем на ней синхронизироваться ну вот так бывает в общем там еще миллион всяких приколов я наверное есть тоже елена лично курсе по параллельным программированием там есть про кусочек про оптимизации не знаю в публичном ли он доступе потому что по моему расширенных лекциях читают и если он есть я постараюсь его выложить только надо мне оптимизации пиля проект называется вот если нет в публичном доступе я постараюсь прошу разрешение выложу если есть публичном доступе то ссылочку приложу я себе писал окей идем дальше ну вот тут очень прикольные сноски которые много о чем интересном рассказывают вот и это вот ровно про то что когда ты чуть глубже пытаешься ведь много по точность сразу слабые модели мутные всплывают еще какой-то миллион проблем но самом деле нам это не сильно важно для конкретно понимания вот потому что мы можем рассчитывать гарантии до который нам предоставляет класс собственно дальше большинство советов которые даются в этой книге да они не привязаны к тому что но вот если там рак на горе свистнет и не дай боже ваша архитектура какая-то которую не посмотрели разработчики вашей конкретной gm то будут проблемы нет но обычно все все-таки на уровнях абстракции разница и шансы чтобы вам просочиться проблема с более нижнего уровня абстракции они но относительно небольшие ну если случится скорее всего сам уже ничего не сделаете поэтому в общем поэтому мы здесь пытаемся разобраться как этого не допустить так ну вот мы обсудили что там все может быть реордеринг идем дальше вот в прошлый раз я рассказывал что на самом деле многие ошибки многопоточки которые сложно понимаются вам потому что вы еще один незнакомый с многопоточкой например сильно легче заходит если вы проводите аналогии с базами дан потому что на этом уровне принципе все то же самое только у вас еще и сеть может облажаться вот здесь шансов что у вас ломается конкретно там запрос переменная он очень низкий практически там на любой вот так да можно больше текст увеличить соответственно ну вот тут проводят устаревшие данные когда ошибку дает еще одна свидетельность нам показывают как ритм комитет в базе данных автор сам приводит сравнение и мне кажется это сильно упрощает входа потому что наверное с транзакциями в базах данных явно больше людей работает чем с сложной синхронизацией многопоточки но это плюс-минус упражнение одного порядка и ума на самом деле хорошо идем дальше есть некоторые вещи которые уже на уровне операционки точнее операционки которые на уровне проектирования языка были заложены таким образом что эти версии нам будут составлять в ногу например это типы дабл и лонг они 64 битные и у нас нету никакой возможности аппаратно гарантировать того чтобы они изменения происходили с ними атомарно то есть вы практически в любой момент можете застать ситуацию когда у вас верхние 32 бита одного значения нижние другого вот поэтому тут об этом надо помнить и когда напоминаем да что когда вы работаете точным подом то понятно сильно выше вот эти вот экономия на копейках когда вы используете там дабл и лонг примитивные вместо объекта он скорее всего будет такой большой а вот ошибку отловить даже опытным взглядом может быть тяжело ну кстати кажется же эта ошибка проявляется действительно только в 32 битных имплементациях я вроде даже когда ты видел что в 64 битных она на уровне jvm отсутствует ну и я ее не смог зарепликатить из всех когда гонял насколько я знаю ошибка может появиться все равно до сих пор где угодно потому что это прописано в лет прописано прописано это в документации лиджи в обрабатываете сто процентов надо даже здесь не пытаясь поднять вопрос тут какая есть история да когда у нас значит например что хэшкод это адрес памяти вот есть вещи которые из уст в уста переходят это ложь вот дабл и лонг к сожалению это вот та вещь которая за сустав будет переходить многие уже там не будут помнить вообще причина да потому что я уже не помню и даже кажется когда в универе поступал уже 32 битных машин в целом не было ну вообще доступном доступе среднестатистического разработчика условно вот но в общем она есть и нам в этом надо думать хорошо очень благировка и видимость чтобы сочетать значений совместных владельцев переменной синхронизирующие читающие пишущие потоки на общем замке вот тут как раз дань видимо которую любая тут ты нужен вот у тебя ты все время ссылаешься на замечательную статью про java memory model можешь пару слов здесь высказать как раз вот про подобную синхронизацию здесь наверно можно сделать отсылку в принципе модели памяти в джаве что она ну вот есть отношение happens before и что в целом достаточно просто думать о том что вот когда у нас происходит мы берем лог все что было до лока у нас будет видно дальше после того как мы отпустим лог ну и все такое тут наверное я еще посоветую цикл статей максима хижинского до ссылка у нас будет она и в прошлое артефакты было и в эти артефакты она будет вот и я еще дополню ссылками на хабре максима хижинского аквариум семантику ну в общем чтобы с разных сторон посмотреть на эту проблему и там в целом вот в купе это мне кажется хорошо в голову вложиться максима хижинского так я просто сейчас записываю чтобы потом не забывать так как проще получается хорошо идем дальше кинул на всякие ссылку спасибо в онлайне это еще лучше хорошо дальше волатильные переменные очень много разработчиков ставят волшебное слово волатайл где попадя не попадя и надеются на то что все заработает вот к сожалению это так не работает и надо понимать что значит этот волатайл вот у нас есть несколько мне кажется хороших источников про что такое на самом деле волатайл первый этот книги за программинг там есть такой индекс те рассказы всякие внутренние языка вот мы его не обсудили поэтому думаю у нас будет отдельная встреча с крутыми экспертами где мы как раз обсудим моделем и вот под капотом да сейчас принципе нам достаточно определение которое есть книги и если коротко дата волатайла обеспечивать видимость вот то есть нас это гарантирует что ничего никуда не будут как-нибудь записаны и мы всегда полезем в память читать последние актуальные значения это нам никак не гарантирует что когда мы там начнем например перемену вначале прочитали и в конце нашего метода это будет одно и то же значение нет такой гарантии конечно но тем не менее это уже нам позволяет какой-то момент времени конкретно точно определить ее значение что не может не радует потому что во многих случаях это случаях это позволяет сильно просить программу данным ну как автор уже говорил то что это хоть видимость позволяет открывать но это не атомарной операции то есть она не поддерживает нужно только атомарные использовать если взять и потом это использовать для инкремента это не подойдет вот он об этом даже и в этой главе тоже писал да на самом деле есть три случая когда можно использовать это когда записи не зависит от текущего значения соответственно инкременты сразу да все возможные упадают перемены не участвуем варианты другими переменами состояния то есть нам надо на переменной мы хотим сделать ее как лук использовать условный да вот это тоже не прокатит синхронизация на ней нам никакого ничего не дает и превращение перемены заранее не требуется блокировка но тут тоже мне кажется все понятно я не совсем понял вот это что это имеется ввиду при обращении перемены заранее не требуется блокировка насколько я понимаю здесь идет вот речь про сейчас здесь имеется ввиду что запись значения болтал переменную будет сразу же видно из других потоков ну ну то есть говоря в рамках модели памяти у нас запись в болтал переменную на чтение из этих перемен до если они упорядочены там во времени здесь наверное вот к сожалению код не могу вставить но вот если представить в одном потоке кусочек кода типа вайл x не равно 5 то мы там типа просто крутимся в другом потоке мы типа волатайл переменную x пишем x равно 5 у нас здесь возникает happens before между тем что x равно 5 и вот вайл x на 5 если это не болтал переменная мы не можем гарантировать что после записи мы это увидим но если это болтал то могут гарантируем кажется это как репетипал ритм базе данных плюс-минус ну и в целом как синхрониза свой в какой-нибудь условный ой а тут с плюсами очень опасно проводить аналогии вообще было плюсовые нельзя сравнивать категорически никоим образом да вот так если хорошее замечание которого в книге по моему не было что многие с опытом плюсов волатайл используют как плюсах и потом страдают в джаве он дает меньше гарантии насколько я помню хорошо переходим к следующему пуску публикации ускользания ну история прямо следующая что если мы позволяем ссылки из из ускользнуть то у нас значит изменения они могут произойти как угодно и мы это контролировать не можем но тут на самом деле мне кажется любой production ready приложения с этим умеет работать вот поэтому мне кажется вот ребята с промышленным опытом в принципе ошибок наверное особо не допускают тут в том числе потому что он все эти наши спринги эти ваши dependency injection и inversion of control и контейнеры мы просто как правило не планируем к этому кладу водил значит так можно конкретно хорошо так понимаю что хорошо волатаю использовать только как флаги все остальное лучше через синхронизацию делать и блоки тут скорее значит история какая когда мы используем молотайл мы хотим выразить какое-то намерение вот намерение мы хотим чтобы у нас появилась хэдэс бифо на запись чтения конкретно переменной и чтобы у нас и чтобы у нас другие разработчики понимали чем мы хотим добиться если мы везде бахнем волатаю другие разработчики будут думать что где-то может это переменная сам случайно поменяться вообще может быть локальный например условно это будет вызывать лишние проблемы для других даком пишем много по точке когда мы пишем код пишем код в первую очередь не для компьютера машина компилятор говорит понятие наш код машине или нет мы пишем код для других людей поэтому когда мы используем какие-то конструкции которые имеют за собой какое-то значение мы должны понимать какое намерение мы передаем с этим дальше вот там да не в чате вот активно отвечает хорошие примеры приводит какой-нибудь точки дойдет я думаю мы вернемся и еще раз это обсудим вот но бахать там что угодно куда угодно всегда это плохая идея обычно да да не я сейчас проведу еще один пример из серии театра абсурда тоже от студентов тоже на курсе архитектуры у нас короче но студенты очень гордились тем что чуть-чуть проапгрейдили статический анализатор что он отрывает руки каждый раз ну не компилируется проект да нету волатайл предпеременной очень оригинальное решение никому не рекомендую так делать потому что не знаю мне кажется что вот волатайл как со всеми нотациями конечно можно его везде забахать но это тот самый интенсион который другой разработчик в этом месте не поймет потому что каждый раз когда ты видишь волатайл да у тебя возникает религиозный вопрос блин зачем почему он здесь откуда он все-таки взялся так баня влетай также добавлю что запись чечения из волатайл перемены это сильно более дорогая может не сильно но дорогая более дорогая операция чем запись чечения в обычной атомарной перемены в силу того что из-за внутрянки виртуальной машины из-за того что мы напрямую в память идем тут какой момент интересный есть ну опять здесь есть сноска в книге где говорится что волатайл не волатайл чтение сейчас практически одинаковые то есть тут в принципе искать какую-то оптимальную ну пытаться там выиграть по памяти наверное особо смысла нет по скорости я уже закупался особо смысла нет потому что если книгу учесть что она где-то 2000 каком наверное восьмая джао здесь по-моему есть начали 2015 вот примерно там осталось там архитектура все улучшается это все все лучше лучше работать да да ну вот тут кажется хочется больше вспомнить про проблемы в духе foundering hurt когда мы пишем очень большим количеством потоков в какую-то волатайл атомарную переменную и что вот на этом она постепенно начинает давить на ресурсы конечно очень минорно но но факт остается фактом что здесь накладные расходы дополнительно появляются и все плюс плюсик как раз именно на это смотрят и когда разбирают гарантии слабых моделей памяти и в целом расстановку барьеров мы именно кажется смотрим на ослабление гарантии там где-то не нужно в этом плане и удаление вообще этой ситуации вообще кажется что мы всегда хотим избежать ситуации когда сильно большое количество потоков вашего в какую-то единую ячейку памяти ломится ой а это вообще прекрасная история там все настолько весело и сложно что про это целые отдельные главы книжки тарт на процессе программе которым осенью читали плейлисте книжного клуба есть можете залететь и посмотреть как там исхитряются для того чтобы даже при записи в одну ячейку постоянно большим количеством потоков все равно ухитряться убиваться высокой скорости и спойлер там например поэтому запишите в одну ячейку вам много и как это работает сразу интересный вопрос но мы там очень часами это обсуждали поэтому кому интересно залетайте вот но мы там половину половину эфира залипаем вход чешим репу и пытаемся понять как это работает так что там такое гречи не особо нет хорошо идем дальше ограничение одним потоком ну соответственно поскольку мутируем данным когда мы обращаемся требуется синхронизация очень сложно давайте сделаем под конем и не будем обращаться совместно к данным которые совместно ну которые используются вот соответственно на и на поддержка языка и библиотек у нас в принципе нет все что у нас есть это локальные перемены и класс редлокал вот клс для local storage это наверное самый простой прием который позволяет вам вашу однопоточную код и сделать многопоточный то есть если семантика вашего решения позволяет вам копировать локально все переменные которые используют нам потоки при старте то в целом вы можете на халяву получить многопоточность просто добавить все переменные объявить как перед локом и бак на сколько потом сколько вам нужно к сожалению класс таких задачи маленький поэтому обычно так сделать не получается но это вот первое на что надо посмотреть когда вы упираетесь производительность а можно ли просто предлокалом все это разрешить так дальше какие-то вопросы полетели в чат сейчас я прочитаю значит там азат привел информацию про то что в лакайл переменная не кэшируется на самом деле на кэшируется вот там есть несколько уровней кэшей и соответственно она не кэшируется по-моему да дай мне кажется как раз говорит что утверждение о том что она не кэшируется некорректно возможно неправильно понятое то что сказал что мы напрямую резин память о том что это не совсем правильно потому что сложность дороговизна волотаяла условно тем что мы грубо говоря заставляем другие потом другие ядра на процессоре увидеть то что мы записали в какую-то ячейку памяти значения дороговизна именно в этом тут надо видимо показать схемку или табличку со скоростью доступа в памяти и какой-то сильно упрощенный из вариантов протокола конверентности кэшей но я опять набрасываю слова страшные я вот ровно на это и хотел отправить и я просто не помню где у меня это есть там вообще говорю там его и райт баффер есть у ядер которые флашатся и как я помню если мне память не изменяет бывают ситуации когда кэши шарится между ядрами и и тут как бы вот в этом месте начинается проблема по перформансу если уж мы о них говорим в данном контексте но понятно что в любом продакшен приложение это последнее что кажется мы в накопоточке будем оптимизировать скорее мы будем смотреть что-то на уровне использования трэдпулов асинхронности комплита был фьюч и прочих инструментов если говорить про джаву да я не могу найти для меня кстати сейчас недавно по многопоточке который я в параллель прохожу сейчас я узнал интересную вещь что по дефолту спринговый scheduled аннотация выпихивает целый сингл трэд пул с одним потоком если это никак не тюнить для меня это было действительно интересным открытием то есть если у нас много schedule то в спринг приложений то надо как-то подтюнить пул потоков чтобы не присесть как-то он по-моему через property просто настраивается да там по умолчанию у тебя будет сингл трэд это для меня тоже недавно стало таким открытием необычным на самом деле как бы говорят одна из тех вещей которые явно нигде не прописано но не явно тебе легонечко подстреливается в пяточку ну вот даня с этим особенно с вот примером про обращение да на мой слайп поговорим да вот с этим особенно я столкнулся когда у нас scheduler и были настроены в камале и там краски в один поток а мы переключили как раз таки настройку камала чтобы он читал множество потоков а этого не произошло потому что нужно было настроить сам scheduler который был входил пакет об этом вообще ничего документации не было так я пока нашел статью но я ее приложу еще то есть насколько все плохо подносить память у нас и цепи у есть кэши вот но все хуже вот тут примерно рассказывается промысит протокола это прогерентность кэши этом переход состоянии это потом кому интересно почитаете вот собственно простой про записи значит что мы делаем и store buffer добавляем это вот еще одна структурка потом стоит вопрос а как все это инвалидировать мы такие он ну значит store buffer надо писать и читать ну потому что а как иначе мы быстро знаем изменениях он такие блин ну что-то еще скин 1 крутить как-то недостаточно хорошо такие о значит у нас еще должны быть очереди потому что что-то уже не актуально и на как все у лидировать и по опа еще слой добавился вот а потом значит от с доходим до барьеров памяти и там а ну вот собственно он там 100 лот вот на этом объясняет вот поэтому кому интересно я эту статейку приложу там целый цикл но вот примерно настолько все плохо и вот когда мы говорим кэш на самом деле это очень размытое понятие вот что именно тут имеется ввиду под кэшом вот и напрямую в память это значит что мы точно проигнорируем все что где-то засетилась и может не обновиться вот это имеется ввиду когда мы говорим что это мы читаем не кэши румы вот надеюсь на пальцах объяснил попробую найти где мы про это подробнее обсуждаем тоже в программе приведу на ссылку далее танки еще в чате азат спрашивает про курс вот можешь пока ответить я уже нашел сука всякий ну вот хорошо ну и вот примерно по то значит как мы тратим сколько времени на чтение из разных уровней да вот в чем проблема да вот мы все пытаемся полетчику пообсуждать и всеми сваливаемся вот кони там геренскую шей процессора вот надо нам это потихонечку исправляясь поэтому мы можем просто вот магические фразы говоришь на типа она читается из памяти и в это верить на самом деле там под капотом может быть много подводных камней например есть доклад на прошлом хайлоде был про то как ребята специально это переменному аля булев скую увеличивали до размера блоков л1 кэши для того чтобы постоянно не перезаписывались данные которые они читают потому что весь вся линейка кэша перезаписывается когда там хоть какой-то из значений внутри обновляется вот им пришлось в общем хитрить и вот такая жесть конечно она нормальному разработчику никогда не должна доходить до задачи которая у него спринтил словно висит потому что это явно проблема хорошо так вот у нас не так мы говорим не осталось а вот как раз колода вернулся там я в этом году кстати вот что-то не пошел я даже не знаю там есть что-то интересное даже программу не смотрел так что сергей конце можем пообщаться немножко окей ну и вот про тридоку который я рассказывал соответственно мы можем на халяву получить много по точности если у нас мы можем что-то объявить как тридок показывают пример на коннекшнах базе данных например потому что мы знаем что одновременно с ним коннекшна может работать только один поток вот окей идем дальше по поводу тридоку кстати говоря видели или нет новой 21 джаве выходит же там virtual 3d и там к ним аналог тридлок ладок нема для virtual 3d по мосток вариабл называется если не ошибаюсь такое тоже интересная тема которую надо будет скорее всего разбирать отдельно под эту часть но да там как раз этой истории по моему же проблема была что в 19 она не доехала и там нельзя было сделать как я понимаю честно тридлокал поправьте меня тут я еще не докопал эту тему ну опять со всеми фичами вся проблема начинается к нам их начинаем имплементировать там условно скоп скоп твой и называется он это по сути как только на virtual 3d да вот но зато уже интересная такая тема которая скорее всего будет будет юзаться посмотрим правда насколько так вот и тут собственно вся интереса в имплементации как старые идеи до свяжут с новым потому что ручины прекрасная когда тебе нужно какой-нибудь там из внешнего запроса мдц покинуть условно без майна то это начинается целое приключение вот у нас тут в чатике во внутреннем тенька активно обсуждали как реализовать там куча костылей у многих идеи вот поэтому всегда когда используете что-то до андреев там как-то это но я просто хочу сказать то что тут надо понимать что новое не означает то что мы можем взять на тянутся на глобус это будет работать новое это означает то что возможно нужно будет переделать архитектуру нашего приложения поэтому тут в принципе если не ошибаюсь и в этой книге на тоже говорится что у тебя приложение должно быть под точку потом то есть архитектура должна быть такая чтобы это все можно было внедрить то же самое проверка труды единственное что у меня допустим пугает был больше в виртуал трудах то что это не до конца оплатный сейчас механизм будет вот если вот эти труды нам хорошо знакомы я уверен что они и на курсах будут еще изучаться хреновую тучу лет потому что даже когда я проходил в пятнадцатом году да что такое джава начинал изучать там учили типа с джава 6 вот начинающих разработчиков дать побольше вам пока не надо ребят не смотрите даже на это спустя там сколько там пять шесть лет то же самое приходит давайте джава 6 больше пока не надо потом какую-нибудь лекцию 2 расскажем про джава 8 про джава 11 я думал то виртуал трудов это еще будет очень-очень долго идти хотя пича интересна тут значит 2 2 момента первое ну виртуал преды они то не для этих не для нас работяг вот они в основном для ребят которые библиотеки пишут фрэмворки там будет больше полу полу это тоже не будешь значит он под капотом засунут свою реализацию которую ты привык использовать под капотом просто вот это использование тотальных трудов и все это и в теории в идеале ты даже не должен заметить то есть ничего не поменяется кроме того что будет чуточку меньше проблем чем обычно потому что прям можно будет с этих трудов миллион вот а сейчас если сдашь миллион трудов то скорее всего кто-то умрет вероятно ну не факт да 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 вот тут реально хочется сказать что по моему когда они дизайнили виртуальные 3d файберы как не назови одно и тоже они очень делали фокус на то чтобы api для end-юзеров был максимально приближен к тому что уже привычно то что уже понятно и вот даже у нас на курсе по конкарнси который кстати я бы тоже наверное рекомендовал на лектории в который ведет роман герман и шлиповский он мы вот прям когда делали практику у нас были мы сами руками писали на плюсах короче примитивы синхронизации mutex и все дела и потом мы переложили это все на файберы и вот там реализация если ты не через задний привод это все написал буквально практически не отличается если это хорошо и красиво задизайнить вот части залиповского поднимают класса именно назвать хорошо идем дальше но это значит все что мы описывали проблема была в том что у нас все мутируемые вот есть у нас и мутабельные истории то и проблем нет нет изменений нет проблем все очень логично соответственно и мутабельные объекты всегда верить только безопасными вот объекты являются мутабельными вот если все поля финальный если он нормально сконструирован то есть ничего и если невозможно его изменить вот дальше там реверанс по финальные поля и пример который я почему-то не стал показывать про немутируемые объекты но суть там всегда примерно примерно ну вот как раз чате упомянули скалу и вот многие функциональные языки пошли ровно по этой истории нам нас нет проблем с многопоточкой если нельзя менять состояние объекта в лоб вообще говоря то что экторов вспоминать это кстати интересный вопрос насколько экторы сейчас живы как модели нас потому что это что-то очень любительское но всегда и был любительским то есть условно к интерланг до который модель акторов собственно первым по крайней мере настолько громко чтобы в этом все знали использует но как они писали код на рамке так и будут писать у них вариантов то нет и аналогов нет ничего именно замену по моему не приходят то есть отличное нишевое решение скала потихонечку мне кажется вымывается из бизнес задач но все равно гигантский пласт там по обработке данных на скале тоже никуда не уйдет и в целом ее предпочитают для многих типов задать но опять же конкретных типов задач данным из старую библиотеку для взаимодействия с 3 и там как раз те которые вовсю используются как они очень удобны когда у тебя вот модель взаимодействия актер на она позволяет очень легко масштабироваться в этом вся идея и где это позволительно почему нет но их же придумали изначально для телекоммуникационных всяких историй там пакет по моему как-то отправлять ну тут я могу ошибаться тоже надо у меня нечет красить там прекрасный человек читал пару лекций про актную модель вам досталось или у вас уже не было вот туда не уже не было прошлом позапрошлом году записи где-нибудь есть ну записи кустарные есть не знаю можно и публиковать надо уточнить у всех участников и если можно я когда на коне google диск закину и кто желает может будет посмотреть но там две лекции по два часа примерно там и про эрланг тракторную модели откуда пошло что решает зачем нужно но в общем все вот в таком прям очень подробно история рассказывается и собственно человек который этим регулярно пользуется поэтому это всегда ценно то есть это не теоретические знания о точки зрения практики рассказывает хорошо тут у нас замечательная история про пример как нанитированный класс использовать я честный аннотацию youtube вообще ни разу не видел я не помню она либо информационная для книги либо и просто никто не пользуется но это вообще большая проблема что многие там 3 цель например аннотация да точно которая есть вот я ее очень редко вижу вот сорцах топ наверно спринга чего-нибудь такое встречалось снало был но на луну на тнал в элит вот эта вот вся история которая казалось бы жизнь делает счастливее есть хороший пример в виде котлина если шар под нынче андрей на кору переходите там ну лобл надо будет расставлять чтобы у вас база правильно работала иначе слой gdbc не будет некорректно будет падать вот очень хорошо приучает а я просто хотел добавить про то что тракцейф аннотация а с чего ты взял может быть я ошибаюсь ну что мама она как раз таки тоже нежная я вот недавно буквально у нас тоже там каких-то местах пошло много по . и я предложил тракцейф использовать я их не нашел если честно стандартные библиотеки джава как раз таки аннотацию тракцейф возможно скорее всего она чья-то кастомный тип спинга ну даже спринге по моему мне не было таких подсказок странный сайт но да но документации точно по моему указывали ну возможно это чат я же говорю но точно не стандартно типа ну 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 мы даже с джавакс опи этих аннотейш на пи ушли в сторону брейнсовских чисто маркер на этих аннотации все я нашел на ком-то сайте не информацию но я не понимаю к чему она относится ладно хороший вопрос надо загуглить окей потом вынесем этот вопрос хорошо идем дальше немутируемые объекты безопасной инициализации но тут джава нам что-то наконец-то гарантирует и мы можем этим пользоваться тут собственно все просто дальше опять перечисляют вот кстати хороший пример нам предлагали 30 можно просто посмотреть реально при первых из книги откуда она и тащит вот наверно так и дело вот но дальше значит начинается все не так радужно дальше прям запасной публикации и но не знаю мне кажется тут больше минусов от этих советов чем плюсов потому что в принципе все что до этого в книге говорилось там минус понятный кто-то историю дает вот а при этом здесь начинается там про хэштейбл сохранает мап какой-нибудь которые уже давно устарели как структуры и пользуются ими не надо поэтому этот минус этой книжки что в целом она живет довольно в древнюю эпоху и многие вещи надо оценивать актуализировать когда нам очень сказали что это аннотация для книжки кто-то цитату нашел тогда мы по векторами кто-то еще пользуется нет а вот как раз хотел про это поговорить значит векторами тоже пользоваться не надо а вот копию он в райтере лист и копия он в райт рейс и копия он в играет вообще в целом эта штука прикольная она вам позволяет очень многие вещи делать сильно быстрее и с гарантиями интересные поэтому если вдруг у вас есть задача не надо копировать ну там перекладывать большие массивы то помните что можно это загуглить и сделать более оптимально потому что об этом многие не знают например когда у вас можете изучить как у вас например массив из-под коробки расширяется в сердцах вот там тоже есть прикольный структур данных которые как бы вспомогательные но да не перездача очень красиво и полезно помогает вам реализовать а вот блокинг you вот конкурент linkedin по моему она как раз богована я вот наконец-то когда-нибудь найду давайте а разве есть стандартной либе конкурент linkedin не помню что есть интерфейс блокинг you и все вот и тагира я скинул про ошибки в стандартной коллекциям джавой и там соответственно по моему как раз конкурент linkedin q вроде как в общем какая-то рядом структурка вот поэтому там вообще не корректно реализованы вообще не используете но тут не гарантирую название посмотреть я наизусть не помню к сожалению там она чинится или что-то на уровне опять как всегда просто ошибка живет все теперь это стандарт реализации ну то есть поскольку эта ошибка есть она всегда проявляется причем не на таком большой нагрузке она проявляется то с ней просто живут можно сказать это уже часть опять что она может время времени влажать ходят никак просто все знают что не надо ее использовать ну как все ребята которые могут уже встретить и написать тест и проверить стандартную коллекцию на корректность ну то есть полтора земляков которые пишут живым вот но эти ребята у меня вопрос а зачем когда его нужно держать почему ее не выпилят обратная совместимость это кстати продукт оставить ошибки которые перетекают это тоже часть обратной совместимости вот другой вопрос почему нету новой реализации под тот же интерфейс ну потому что она по моему может быть даже я не буду врать дайте найдут вид тагира и мы туда все вместе к нему залетим он был пять месяцев назад тагир сильно удивится а мы завалим его вопросами я думаю в гости на следующей встрече можно кстати попробовать я думаю идея цели не такая уж и плохая потому что меня тоже пару фамилий назвали очень классных ребят которые нынче в питере с многопоточкой связанные но они слишком крутые не знаю получится пригласить вот но попробовать то стоит хорошо вот но собственно да собственно протагировали его больше сона 1 народа которые здесь знают про изолекция концентре поджаве божественные просто я не знаю вообще есть ли смысл после этого рассказывать лекции поджаве если там обратно совместимой будут сохраняться наверно смысла нет так что если кому-то надо всегда в друзьяшки это приходите пока катиться в джаву вот я им всегда скидываете лекции вот ну ладно это мы значит отошли вот фактически не материмые объекты здесь у нас объект никогда не меняется после создания и мы это понимаем да то вот он и таким им дай был ему то был и соответственно мы с этого тоже можно какие-то гарантии получить вот но в чем проблема это для нас он к мы можем писать код понимая что он не должен изменяться после но нет ни одной причины почему какой-то другой разработчик не придет не сделает его изменяемым и соответственно потом когда ты закомитился на это ты получишь прикол вот как раз важность документации и передачи вот этих знаний из уста уста она очень важна когда вы неочевидные штуки используйте в своем коде то ну не поленитесь напишите пару строчек java dog условные для того чтобы люди потом все они сломали одному месту и не пришлось чинить вот очень долго и сложно вот ну и наверное вот мне понравилась часть 356 там всего один абзац там много хороших вопросов которые нужно себе задать напишу много поточный код перечитывать их наверно смысла нет давайте мы поговорим про правила до которые автор формулирует как выводы по главе мне кажется даже может ограничение одним потоком соответственно если нет но если у нас только один поток то он может менять один поток то и проблем у нас никаких нет совместный доступ только до чтения это тоже отличный паттерн который сильно может упростить код совместная потокобезопасность если у нас наружу ничего лишнего не торчит и вся синхронизация синкапсулирована то и проблем быть тоже не будет защищенность соответственно правильные расставленные замки нам гарантирует что все было корректно и на этой радостной ноте я предлагаю на сегодня наверное заканчивать если у кого-нибудь какие-нибудь вопросы может быть если нет то давайте вытаскивать так ну наверное все и я стопую запись данность вот по поводу вопрос который там есть у меня также и дополнение к нему по многопоточности как вы изменяете если происходит дебаггинг и вам нужно изменить и мутабельный объект что вы делаете зачем ты менять мутабельный во-первых дебаггинг тебе вообще помогал по точке не сильно наверное поможет потому что конкретное исполнение которое привело к проблемам поймать практически невозможно особенно слушай ну я не соглашусь на самом деле то есть да возможно он таких каких-то крутых кейсах не поможет но есть там пишешь какую-нибудь небольшую утилитку библиотечку типа там между тысячу раз июня тестах сделать репетитор тест в целом ты поймаешь какой-нибудь кейс может быть даже несколько я на своем опыте поймал помню в одной простой простой библиотеки простом утилитном пассе при этом три ошибок наверно на разных кейсах там как раз таки повторяя вот эти тесты в целом это но это работает но возможно да это не понимает весь эффект хорошо но для конкретного случая то писал здесь хорошо для стресс подходит в чем смысл ты пишешь если ты понимаешь какая может быть ошибка ты можешь написать тест а дальше просто вопрос времени когда она поймается джессе стресс который да нет раз привел в ответе на вопрос что в баги немного по . ухода джава есть в этом мире он хороший вариант потом если есть какие-то варианты которые у нас есть то линчек хорошо подойдет потому что он автоматически может расставить вот эти изменения и нагенерить самостоятельно сценарий исполнения и тем самым найти ошибку но опять же без гарантии стопроцентных но с очень какой там хорошую вероятность вот проды баггинг если ты понимаешь какое сочетание переменных может привести к ошибке топ пишет тест при помощи джессе стресса и будет тебе счастье вот вот наверное так на это отвечу давайте да кстати вот перед тем как мы запись завершим мы еще одну штуку обсудим это вот по программ который мы хотим писать вот да не шутят про то что стенды искать при помощи дебага ошибку на куточном коде то скорее всего собираемся делать что-то с женщиной делать не так да потому что когда в режиме дебага работает живым она может так тут я не гарантирую что эта информация сейчас правильная давайте ее в следующий раз задать уточним евгения леонидовича насколько я помню что карта пища дебаг режим у тебя даже переупорядочивание начинает по-другому немножко работать и ты можешь получать другие результаты поэтому скорее всего к отключаешься к дебагу ты практически другую программу вообще проверяешь но это не факт вот тут я как бы это голову на течение за эту информацию давать не готов вот при поверьте и в каком-нибудь солидном источнике данном из это действительно так особенно в тестах но там есть способы обхождения в том числе запуск просто в один поток как раз для дебагинга а да это первое что надо сделать если твоя программа не работает в один поток как говорил гений леонидович то вообще у тебя проблемы товарищ особенно если у тебя в один поток работает быстрее чем несколько вот это первое что вообще надо проверять поэтому спасибо что напомнил на мыс это хорошее замечание ну да тут сразу стоит краткоживущие задачи вспомнить на которых вообще говоря переключение контекста потоков особенно часто и будет просто не давать никакого выигрыша под перформанса так хорошо значит я обещал показать что мы собираемся делать мы здание пытаемся в доклад по многопоточности и соответственно к нему мы подготовили как позвать чем мы собираемся показывать вот сейчас давайте коротко расскажу что это и мы это запечатлим в интернет видимо очень грустно но пусть это будет выпуске если через три месяца мы на рокере с этим не выступим будет стыдно так что нам док мотивация кто хочет присоединяйтесь кстати мы любым вы тоже здорово это не мы это слайд мы с коммуниздели у ивана углянского с с его доклада войны 320 короче вот он там рассказывает про следующее что у нас есть значит на самом деле сеть влияние на язык она про то что нам все меньше и меньше надо писать синтаксического всяких конструкций нам все проще и проще получать многопоточный код собственно развитие многопоточность она про это не про то что многопоточность становится быстрее вот чаще всего вы упираетесь вообще не вот в это да при реальном писании программ и соответственно есть следующая у нас идея а у нас есть викигейм викигейм это довольно простая игра обычно студентов барк играют тебе надо найти путь между двумя статьями википедии кто первый нашел тот и победил все максимально просто вот значит дальше видение я уже его несколько раз рассказывал но давайте для тех кто у нас новенький значит мы изданий который любая время от времени в чате проскакивает мы ездили так да не стыдно за код и он активно показать ничего не показывать хорошо я вот показывать не буду вот мы потом сделаем стерилизованную какой-то кусочек который всем покажем у нас здесь следующее что у нас были школьники хирусе вот мы им дали эту задачу вот они написали программку которая очень 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 круто работала вот нас там был честный зачет нечестный зачет в общем ребята развлекались как могли показали очень хорошие результаты вот и возникла идея давайте мы последовательно реализуем при помощи всех этих фишек которые мы в этой книжке будем но будет нам рассказывать о всяких конструкциях мы последовательно реализуем эволюцию программ этих вначале там при помощи рядов голых потом там при помощи коммунистом порк джоинтем ворка не дай боже вот потом экзекьюторы всевозможные компьютер фьюч и потом в накрутинках вот как раз за что да не стыдно что уже готовые работает вот ну и в конце на луме и вот собственно наш доклад про то как мы покажем и попробуем победить школьников вот краткий вывод будет такой чтобы видеть школьников при помощи многопоточки джаве не получится потому что ну дальше спойлеры я их рассказывать не буду в общем приглашаю всех кому интересно присоединиться к нашей замечательной истории и попробовать делать школьников у нас записи есть их результатов можете написать свой вариант этой многопоточной программы мы видимо какую-то какую-то штуку выкинем для того чтобы все могли с этим познакомиться посмотреть примерно какую-нибудь опишку там что вообще видеть у нас есть практически вот и попробуем это все реализовать такая вот идея ну да кажется какой-то репозиторий который можно пофоркать или скелет чего-то тем более как бы можно это организовать по-человечески да собственно идея такая так что будем рады участию вот можно будет потом время от времени собираться ревьюить смотреть все так теперь точно заставить запись